Селекционеры Аграрного университета работают над сортом моркови. Когда ждать регистрации? Овцеводство в ЛПХ. Как теперь ведет свое хозяйство выпускник школы фермера. Здравствуйте, я Инна Михайловская и это Сельская среда. Середина мая в регионе уже более половины площадей засеяно техническими культурами. Такая же ситуация и с овощами. Картофель к концу недели, экватор и там преодолеют. Что касается зерновых и зернобобовых культур, готово более трети полей. Некоторые сельхозпредприятия, чтобы качественнее и быстрее посеять, выводят на поля новую технику и оборудование. Как драгоценные камни. Семена кукурузы, готовые к посеву, заняли свое место в специальных емкостях. Их 12 штук. Плюс 4 бочки для удобрений, а еще приспособления, позволяющие выполнять одновременно 3 операции. Все вместе селка кукурузная, турецкого производства, пока единственная в регионе. Одна такая работает за троих. У нас до этого были СПН-8, 3 сажалки, потому что мы из года в год в пределах 700-800 гектар кукурузы сеем. Сейчас это не у нас одних, это везде, наверное, и в районе, и в области. Людей нигде не хватает. Мы сеяли 50-60 гектар, и там куча народу было. Это три механизатора, обработчики почвы, значит, загрузка этих семян, вручную удобрения. Сейчас в те же площади, 50 гектар за смену, проходит одна такая селка. Вместо 9 человек справляются пятеро. Норма высева – 5 зерен на один погонный метр. На сельхозпредприятии «Подунское» на новые оборудования возлагают большие надежды. А в хозяйстве согласия по-иному подошли к организации труда на посевной. Здесь сеют пшеницу, на поле комплекс таких на предприятии – 6. И если в прошлом сезоне они работали сутки напролет, то в этом только днем. Раньше на посевную нанимали временных рабочих. Теперь только свои. На одном комплексе два механизатора. Валерий Тарасов сейчас на подхвате. Сядет за баранку, когда напарник закончит круг. Один поездил, если что-то устал, я поехал. Или пока он грузит, я ремонтирую. Эти меняем лапы, снашивает быстро, земля сухая. То есть простоев как бы и нет. Кроме того, на поле еще два трактора. Один из них с бараной, идет после посевного комплекса, но не сразу. Барана почти в два раза шире сейлки. Он уже не успеет, у него 12. Ему туда-обратно надо сходить, а я заразу беру. Все. Скорость какая, с какой вы идете? С такой же, как посевной? Или можете подбегать немножко? Нет. Бегать нельзя. Зерно выкопаем. А после бараны пойдет еще и прикатыватель. Ждет, пока слегка подсохнут земляные камушки. И вперед. Мы делаем разрыв, чтобы вот эти конки сыра и маленько подсохли, чтобы они разбивались. И все. Видите, тут вот поле и красиво выглядит. Однако столь сложный посев не только ради красоты поля, а чтобы плотнее закрыть влагу, которая сейчас в земле остается все меньше и меньше. С влагой ситуация как бы на данный момент критическая, но как бы стараемся увеличить глубину при посеве и вспомогательные работы, как бы прикатывание, баранование дополнительно проводим, чтобы как бы влага, большая часть сохранилась как бы влаги. Но будем надеяться на дожди, что числа на 20-м будут они все-таки. Поля большинства хозяйств региона сейчас находятся в таком же положении. Аграрии делают все возможное и ждут майских осадков. А тем временем на полях ранних сроков сева уже появились первые всходы, сильные и крепкие. Данные последних исследований. Влаги в 20-сантиметровом слое почвы на опытных полях учхоза примерно 25 миллиметров. Тогда как 40 миллиметров – это то, что надо для посева различных культур. С Анастасией Казак, заведующей кафедрой биотехнологии и селекции в растеневодстве Аграрного университета, об этом тоже мы поговорили. Но сначала о том, как проходит посевная на опытных участках. У нас все, в принципе, уже отлажено со временем. То есть начало посевной началось также, ну чуть-чуть пораньше. То есть в этом году мы вышли уже с посевной 2 мая. Мы подключили тут селекцию овощных культур. Актуальная тема сейчас – отечественные семена овощных. Про культуры вашей селекции можно немножко подробнее. Вообще мы всю эту тему с 2015 года заводили. Но у нас существует проблема – поле открытое, незагороженное. Овощные культуры доступны для простых людей. Поэтому мы в этом году нашли другое поле, где менее доступно. Снова расширили свои научные исследования, в том числе селекцию. По моркови мы заложили очень большой питомник. Через 2-3 года будет уже сорт. То есть и параллельно будем вести семеноводство. Поэтому надеемся, что будет востребован производством. А еще какие-то культуры готовятся, что называется, к выпуску в этом году? Ну или в ближайшее время? Рапс. То есть вот эта культура, которую мы готовим, у нас есть. Мы ее размножили. В перспективе у нас сорт. Помимо яровых, вы еще занимаетесь озимыми культурами. Так вот, как они себя чувствуют сейчас? Год был достаточно сложный для озимых культур. На разных предшественниках чувствуют себя по-разному. Что касается, например, предшественников лучших по парам, то они перезимовали лучше, конечно. А что касается занятых паров, там они чувствуют себя более угнетенно. Одно из преимуществ – это то, что они могли использовать эту влагу раннюю, весеннюю, то есть до выхода техники в поле. А на этот год случилось так, что очень сухая весна. И, соответственно, этого преимущества у них тоже не было. Что касается недостатка влаги, эта проблема уже касается не только озимых, но и яровых культур. То есть мы уже можем говорить о том, что посевная идет в условиях засушливой весны? Можно говорить о том, что она засушливая, потому что даже на осенний период влаги было в метровом слое где-то 130 миллиметров. То есть это очень мало. По весне ее тоже не добавилось, несмотря на то, что снежный покров был высокий. Если на период кущения, закладки колоса будут осадки, то, конечно, яровые тогда смогут использовать их при закладке колоса. Тогда, возможно, будет у них шанс. То есть пока говорить об этом рано. Владельцы небольших хозяйств региона, которые прошли конкурс и поступили, сейчас проходят обучение в школе фермера по специальности овцеводства. По этому направлению, это уже второй набор, выпускники первого уже по-другому смотрят на технологии выращивания мелких рогатых, как в личном подсобном хозяйстве Викуловского района. О своих баранах Владимир Петренко может рассказывать бесконечно, потому что они оправдали его ожидания. Говорит, начинали с супругой четыре года назад. Тогда было у них 150 голов самых обычных овечек. А когда узнали о том, что лучше заниматься породистами, сначала, конечно, вложились, а потом дело пошло. У нас еще были дельбаи, курдючные, но уже мечта была, мы тогда купили барашку, уже начинали с дорпиров. Во-первых, он линяет, его не надо стричь, нанимать каких-то людей. Во-вторых, мяса у них, у него нет вот этого вкуса бараньего, который некоторые не едят, у него нет. В-третьих, мясо мраморное и выход мяса у обычной овцы 40%, дорпер дает 65%. Проект по разведению породистых мелких рогатых Владимир представил как дипломную выпускную работу на школе фермера. Первый поток по специальности овцеводства. Говорит, на занятиях получил много полезной и важной информации, которую сейчас используют при ведении своего хозяйства. Кстати, Петренко в той школе стал круглым отличником и получил грант 300 тысяч рублей. Не отстает и супруга. Татьяна тоже прошла обучение, дистанционно в аграрном университете получила профессию птицевода. Ведь в хозяйстве Петренко не только мелкие рогаты, но и внушительное поголовье самой разной домашней птицы. Хоть я и знала, как правильно выращивать, и все, и интернет там помогает, но здесь более такие глубокие знания, которые мне помогают. Почасовое кормление, температурный режим, сначала же высокая температура, и нужно потихонечку-потихонечку сбавлять ее. Хозяйство Петренко известно далеко за пределами Викуловского района. Они постоянные участники городских ярмарок. С реализацией мяса проблем нет. Правда, овещая шерсть спросом не пользуется. Где-то килограммов 500 лежит без дела. Готовы отдать в местную группу добровольцев, которые вяжут теплые носки нашим бойцам на фронт. А на будущее к мелким рогатым планируют добавить и крупных. Поставить на откорм бычков. Здесь, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда» вы можете посмотреть на ютубе, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!